Пожароопасный сезон не за горами. В Бугучанах прошло совещание заместителя министра лесного хозяйства с органами природоохраны и лесопользователями. Вокруг света за полтора часа. Исполнилось 50 лет с момента первого полета в космос. Дом окнами в творчество. Первый творческий отчетный концерт сельского домокультуры микрорайона геофизиков прошел в минувшие выходные. Здравствуйте в эфире новости Бугучанского телевидения. С вами Людмила Кочнева и обо всем более подробно. В некоторых районах Красноярского края пожароопасный сезон уже начался. Скоро этот сезон начнется и в Бугучанском районе. Поэтому всем заинтересованным сторонам нужно быть готовым отразить опасность лесных пожаров. В Бугучанах прошло совещание с заместителем министра лесного хозяйства Дмитрием Селиным о готовности к профилактике и тушению пожаров на территории района. Подробности в первом сюжете выпуска. Все мы прекрасно понимаем, что как бы многое не зависело от погоды, все-таки чем сильнее будет наша подготовка, чем сполоченнее и правильнее будет работать все службы, тем меньше у нас будет лесов пройденного пожара, тем у нас лучше будут защищены населенные полки. Главная цель совещания – подвести итоги пожароопасного сезона прошлого года, а также обсудить планы на текущий год. Прошлый год отличился огромным количеством пожаров в крае, причем большая часть произошла на территории двух районов. По Ангарской группе районов всего выявлено 435 лесных пожаров на общей площади 125 тысяч гектаров, практически 60% всей площади пройденного в крае. По Бугучанскому району зафиксирован 301 лесных пожаров на площади 106 тысяч гектаров, Кержинский район 134 пожаров на общей площади 19,5 тысяч гектаров. Как известно, большая часть лесных пожаров происходит по вине человека, и очень важно, чтобы виновные понесли наказание. По итогам 2016 года нами было привлечено 31 лицо к административным ответствам за нарушение правил пожарной безопасности, а именно 31 лицо – это те лица, которые допустили возникновение лесных пожаров. Как говорят представители Министерства лесного хозяйства, в этом году количество задействованных сил на тушение пожаров будет аналогично прошлому году. Этого должно хватить для того, чтобы оперативно реагировать на большинство возгораний. Работы по мониторию пожарной опасности и кушения возникающих лесных пожаров в ангарской группе районов будут выполняться силами 4 авиаотделений и 8 ПХС лесопожарного центра, общая штатная численность которых составляет 350 человек, в том числе сотрудники авиаотделений – 192 человека, сотрудники ПХС – 158. И все же замечание есть. Как отметил заместитель главы Бугучанского района Владимир Корноухов, несмотря на все мероприятия, в прошлом году пожары погубили леса на несколько лет вперед. Для сравнения, в 2012 году у нас было чуть больше 3000 гектаров пожаров. В 2014 году тоже было много – 40 тысяч гектаров. Вот по округленному расчету, если брать 105 тысяч гектаров, которые у нас сгорели в прошлом году, это порядка 23-26 миллионов кубометров. Понятно, там часть этих лесов, территории кажется, что это уже были старые, гадят, потому что там не такой мелкий лес, но вообще таким по округленным расчетам 23-26 миллионов кубов. Ну, наша заготовка годовая – 3 700 по 16-му году по отчету. То есть мы там сгорели на 7 лет. 6-7 лет у нас за один год сгорело. Несмотря на то, что по отчетам подготовка к пожароопасному сезону была близка, к 100% этого не хватило для того, чтобы справиться с огнем. Сейчас обязанности по профилактике и тушению пожаров возложены также и на арендаторов леса. Но даже это не помогло избежать таких огромных потерь. На Монезельского ЛКК 20 пожаров на 25,7 тысяч гектаров. Предприятие одно из самых крупных, самое оснащенное. По всем у нас в Листическом у них и были соглашения, и техника есть. Но тем не менее, вот, хотя и привлекались у нас, и выделяли технику. Но результаты такие сгорело – 25 тысяч гектаров. Тоже, если переводить кубатуру, то 6 миллионов кубометров леса. Арендаторам необходимо следить за пожарной обстановкой на территории арендной базы и вовремя реагировать на возгорание. Так как по условиям договора за несоблюдение правил пожарной безопасности договор может быть расторгнут. В свою очередь, Министерство лесного хозяйства должно идти на помощь, когда арендатор уже не в силах справиться с огнем. Именно взаимное выполнение этих обязательств станет залогом эффективной борьбы с пожарами в пожароопасный период. Александр Можеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», Богучаны. Единый социальный проездной билет и работа весового контроля на дороге стали основными темами для обсуждения на еженедельном совещании главпоселений и руководителей предприятий. Подробности в сюжете. Первый доклад прозвучал от сотрудников служб жизнеобеспечения. Самой главной проблемой стали отключения электроэнергии. Погода преподнесла несколько сюрпризов. Первый апреля Богучаны с 5.30 утра до 7.40 на 2 часа было отключение электроэнергии. И в связи с сильными порывами ветра, которое у нас было 2 апреля, отключение электроэнергии были в Богучанах, Ярки, микрорайон Геофизиков, Артюгина, Красногорьевский, Нижнедерянский, Осиновый, Токучет, Чунаяр, Таежный, Неванка, Шиверский. И судя по всему, это не первые капризы апреля. Синоптики обещают переменчивую погоду, от которой можно ожидать и ветра, и дождя, и снегопада. Следующая тема – жизнеобеспечение некоторых поселков района в период весеннего паводка и распутицы. Особенно это касается двух поселков – Артюгина и Нижнедерянска, которым ведет только одна дорога. Татьяна Попова, глава поселка Артюгина, рассказала об обеспечении жителей продуктами в этот период. Есть договоренность с Игнатович, это вот те, что готовят пекарня, которая нас обслуживает хлебом. Значит, они у нас, сейчас они нас обслуживают, поселок на место нам привозят, а потом, значит, будут возить до Иркинеева. Предприниматели на этой стороне, значит, будут хлеб забирать. С хлебом проблем не будет. Медикаменты по возможности все у нас завезены, но дело в том, что если у нас начнется распутиться, река пройдет в течение двух-трех дней, будет лодка, поэтому проблем тоже не будет с медикаментами. Продукты – мука, сахар, крупы, масло – предприниматели завезены в достаточном количестве, уголь в достаточном количестве. Такая же ситуация и в поселке Нижний Терянск. Проведены все привычные работы по подготовке к распутице. Далее свой доклад озвучил Степан Ферчук, руководитель районного центра тестирования норм ГТО. В Бугучанском районе вот уже два года есть возможность выполнить эти нормы и получить знак отличия. В 2016 году всего выполняли 178 человек. Из них всего выполнили 170. Из них учащихся 166 человек выполнили на золотой знак 86 человек, на серебряный – 58, на бронзовый – 22 человека. За 2016 год взрослое население выполняли и выполнили 4 человека на золотой знак. В 2017 году был проведен муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО для взрослого населения. В нем приняли участие 40 человек с 6 по 10 ступень, то есть от 18 до 59 лет. В региональном этапе зимнего фестиваля ГТО участвовала команда Бугучанского района в составе 10 человек. И из 25 муниципальных образований команда Бугучанского района заняла второе место. Выполнение нормативов ГТО носит добровольный характер. Руководитель Центра тестирования отметил, что желающим выполнить этот комплекс нужно иметь крепкое здоровье. Причем это обязательно нужно подтвердить документально с помощью медицинской справки. Александр Мажеванов, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр» Бугучаны. 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день. День триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Одним из самых популярных детских желаний на все времена пока еще остается мечта стать космонавтом. Реализовать эту мечту удается не каждому. В настоящее время у профессиональных космонавтов всего несколько десятков человек. И все же даже у обычного человека есть возможность стать чуточку ближе к космосу. Причем для этого нужен обычный компьютер и желание узнать о том, что же находится за пределами Земли. Несмотря на то, что нижняя граница космоса находится всего в 100 километрах над нами, достичь ее невероятно сложно. Поэтому обычному человеку, который хочет почувствовать себя космонавтом, приходится пользоваться подручными средствами. Далее вас ждет обзор трех способов увидеть космос с разных сторон с помощью компьютера и сети интернет. Самым первым инструментом, который изобрел человек для наблюдения за космосом, стал телескоп. Настоящий телескоп – устройство довольно дорогое, но существуют его виртуальные аналоги. Одной из самых удобных, а главное бесплатных программ стал виртуальный планетарий Stellarium. С помощью этой программы можно наблюдать текущее положение звезд на небе, ускорять и замедлять вращение Земли, заранее увидеть небесные события, такие как солнечные и лунные затмения. Также здесь есть огромное количество информации о небесных объектах, таких как звезды, планеты, астероиды, кометы и многое другое. Есть также отображение орбит большинства искусственных спутников Земли, в том числе и Международной космической станции. А что делать тому, кто хочет как раз увидеть Землю из космоса, так как это видят космонавты из той же Международной станции? Рассмотреть Землю со спутника можно, например, с помощью приложения от компании Google «Планета Земля». Хорошие детализированные снимки Земли со спутника помогут разглядеть и рельеф Земли, увидеть знаменитые рукотворные объекты, которые, как говорят, видны из космоса, например, Великую Китайскую стену. Говорят, на некоторых снимках можно разглядеть инопланетные корабли, которые случайно попали в объектив космических спутников. И некоторые снимки очень похожи на правду. А если захотелось побывать внутри космического корабля, такая возможность тоже есть. Виртуальный тур по Международной космической станции познакомит пользователя компьютера со всей обстановкой внутри станции. Можно прогуляться по коридорам МКС, заглянуть в каждый уголок, увидеть приборы и инструменты, которыми пользуются космонавты. Также для тех, кто понимает английский язык, в этом туре есть видеоэкскурсии от самих космонавтов. Благодаря этому туру можно погрузиться в атмосферу космических путешествий и узнать, как устроен быт и работа космических исследователей. И это только три способа прикоснуться к космосу и космическим путешествиям. А есть еще много других. Это книги и фильмы о космосе, компьютерные игры, планетарии, обсерватории и прочие инструменты для изучения звездного неба. Все это позволяет, не покидая Земли, выйти за ее пределы и стать чуточку похожим на первого человека в космосе, Юрия Гагарина, который полвека назад совершил первый полет в космос. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр». Мечтают ли современные дети стать космонавтами и знают ли что-то о космической жизни? Об этом мы решили выяснить у детей детского сада «Скворушка». О космосе и о жизни вне Земли они расскажут в рубрике «Серьезный ответ». Планета Марс очень похожа на нашу планету Земля, только она очень маленькая, она классная, потому что на ней много зелеза. В Советском Союзе почти каждый ребенок мечтал стать космонавтом. Сейчас современные дети мечтают больше о земных профессиях, но о космосе все-таки знают многое. Космос — это наша Земля, Тунис, Марс, Юпитер. А зачем люди летают вообще в космос? Ну, чтобы узнать, что такое космос. И туда для начала полетели крысы, потом собаки, а потом уже первый человек — Юрий Гагарин. Космос — где летают космонавты, где планеты, Россия, Сатурн, Нептун. Мы хотели там в космическом корабле летать. А как выглядит космический корабль? Он выглядит, как у пришельцев. Там он круглый и ниточками покрытыми. И еще вот такие вот такие. В космосе есть звезды и планеты. Какие планеты есть? Сатурн, Марс, Юпитер. Там все летали белки-стрелки. А потом кто стал летать? Словеки. А еще в космосе берут космическую еду. И какой космической едой там питаются? Как она будет? Ну, там всякие печенюшки берут, взрывы. Вы бы хотели стать космонавтами? Да. Почему бы вы хотели стать космонавтами? Потому что мы хотели, чтобы мы по кругу летали и все сопрели. Я хотела стать космонавтом. Чтобы улететь нам мало, знать, там что есть. Там есть звезды и нет. Там везде воздуха нет. А как стать космонавтом? Приготовиться и стать смелым, хорошим. Не нервничать. Нужно тренироваться, быть смелым, быть сильным, храбым. Надо тренироваться. Как нужно тренироваться? Ну, есть такая вот штука, на ней сильно-сильно крутятся. А почему бы вы хотели стать космонавтами? Потому что в Луне есть всякие чудеса. А есть жизнь в космосе? Есть. Вот на каких-то планетах жар там, на каких-то только дождь идет, на каких-то только зима. А для чего люди летают в космос? Чтобы увидеть, либо правду, либо неправду. Вот. А на чем вы полетите в космос? На ракете. На какой? Расскажите о ней. А у тебя какая будет ракета? Зеленая. Что в ней будет? Не знаю. Просто вы зеленая ракета? А кого вы возьмете с собой в космос? Ну, мы взяли родителей обязательно. А я взял свою соску. Возможно, совсем скоро в космос будут продавать билеты. И слетать туда сможет любой желающий. Но капитаном этого космического экскурсионного корабля станет кто-то из этих ребят. Людмила Кочнева, Максим Мартынинг, телекомпания «Спектр Богучаны». Далее вас ждет короткая реклама. Она будет недолгой. Не переключайтесь. В магазине смешные цены. Новое поступление товара весенне-летнего сезона. Обувь мужская и женская, ветровки, туники, детская одежда, кожаные куртки, женские брюки и джинсы. У нас самый большой выбор товара в Богучанах. Наш адрес – улица Андрея Толстых, 1. Смешные цены. Семейный праздник, ремонт в квартире, горящая путевка. А в вашей жизни бывают непредвиденные ситуации, когда срочно нужны деньги до зарплаты. Получить краткосрочный займ в микрокредитной компании «Займ 21 плюс» просто, быстро и удобно. Для оформления займа вам нужно прийти в офис, имея при себе паспорт или пенсионное удостоверение. Определить для вас оптимальную сумму займа, срок и сумму к возврату вам поможет наш специалист в офисе. Всегда можем погасить займ раньше оговоренного в договоре срока. Приходите и сами убедитесь, что получить займ просто, быстро и удобно. Гололед по утрам и сляко днем. Чего ждать от погоды ближайший месяц и когда окончательно наступит весна? Об этих и других вопросах наш следующий сюжет. Казалось, что весна пришла в наши края уже окончательно. Но суровая зима не хочет так быстро нас отпускать. Весна зимой воюют и погода нас удивляет с каждым днем все сильнее. Сначала идет снег, затем дождь, потом светит солнце, поднимается ветер и опять все по новой. По утрам на дорогах образуется гололедица, которая создает серьезные аварийные ситуации. Но многие водители уже успели сменить зимнюю резину на летнюю. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют пока не торопиться переобывать колеса. В вечернее ночное время у нас понижение температур, то есть выпадение осадков, как правило, в виде снега. Тем самым на утро, когда граждане двигаются на работу, достаточно большой поток транспорта, на дороге имеется снежный накат. Тем самым водители, которые переобулись, скажем так, свои транспортные средства, установили летнюю резину, подвергают себя и остальных участников дорожного движения опасности, так как сцепление колес за дорожным покрытием достаточно маленькое. Поэтому от лица госавтоинспекции мы крайне не рекомендуем переобывать транспортные средства на летнюю резину. До конца месяца в Богучанском районе ожидается неустойчивая погода. Это связано с постоянным смещением циклонов через территорию края. Они будут переносить в районы теплый, влажный атлантический воздух. В большинстве дней у нас ожидается погода пасмурная и ветреная, осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон будет достаточно высоким для данного времени года и резко меняться не будет. Ночные температуры близки к нулевой отметке, преимущественно от плюс двух до минус трех. И днем от трех до восьми тепла, в отдельные дни, ближайшие из которых 16-17 апреля, до плюс десяти, плюс двенадцати. В течение апреля будет в ночное и утреннее время сохраняться гололедицы на дорогах. Теплая весна наступит только в следующем месяце. Апрель же будет насыщен осадками. Поэтому водителям лучше перестраховаться и не торопиться со сменой зимней резины. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучана». Полиция принимает за деньги оружие и боеприпасы. В Красноярском крае проходит акция под названием «Оружие». Любой может добровольно сдать в отдел полиции оружие и боеприпасы и получить за это вознаграждение. Только за неделю жители края сдали 20 единиц оружия, один артиллерийский снаряд и более 500 патронов. За добровольную сдачу гражданам не только заплатят, но и освободят от ответственности, предусмотренной статьей 222 Уголовного кодекса. Размер вознаграждения зависит от вида оружия. Так, за огнестрельное оружие можно получить от 500 до 5000 рублей. За взрывные устройства от 300 до 1000 рублей. За взрывчатые вещества промышленного назначения заплатят 1 рубль за 1 грамм. А каждый 100 грамм пороха уйдут за 10 рублей. За каждый боеприпас также можно получить 10 рублей. На территории края на постоянной основе до настоящего времени проводится оперативно-профилактическое мероприятие оружия. Оно направлено на то, чтобы исключить из оборота гражданского оружия, находящееся у граждан, незаконное оружие. Но при этом граждане при добровольной выдаче освобождаются как от административной, так и от уголовной ответственности. И получают еще вдобавок за это денежное вознаграждение. Ну, например, приведу пример, что за незаконное гладкоствольно-гнестрельное оружие в исправном состоянии гражданин получит 2000 рублей. За нарезное 3000 рублей, за каждую единицу боеприпасов по 10 рублей. И как бы я от своего имени призываю граждан сдавать имеющееся при себе незаконное оружие, чтобы как бы исключить неприятности, которые могут, правовые неприятности, которые могут возникнуть с хранением данного оружия. По всей стране проходят митинги в поддержку жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел теракт в метро. В Красноярске тысячи людей поучаствовали в антитеррористической акции. Чтобы сказать слова поддержки, питерцам некоторые приехали из других городов в крае. Подробности в сюжете наших красноярских коллег. Нас не запугать такими поступками. И нет, мы никогда не забудем уже того, что произошло 3 апреля в городе Санкт-Петербурге. Я хочу вам сказать спасибо за то, что вы сегодня вышли на эту площадь для того, чтобы показать единение. Вся площадь перед краевой филармонией заполнена людьми. По данным полицейских, на акцию пришли больше 4 тысяч человек. Лидеры общественных движений именно они и организовали акцию. И простые красноярцы, которые не могли остаться в стороне. Трагедия, которая произошла в питерском метро и унесла жизни 14 человек, сплотила всю страну. Это, наверное, более всей страны, всего мира терроризм. Это такая беда национальная. Поэтому нам тоже есть чего касаться. Очень обидно, когда гибнут молодые, ни в чем не повинные люди. Беда может зайти в каждый дом, и мы должны быть едины в такой момент. И именно так мы сможем с этим бороться. Очень скорбим. Жалко. Жалко всех. Жалко молодых людей, которые невинно погибают из-за какой-то нечисти, которая еще ходит рядом с нами. Мы не замечаем. Чтобы массовое мероприятие прошло спокойно, были приняты беспрецедентные меры безопасности. Территорию рядом с площадью, где проходит акция, оцепили. А улицу Каратаново перегородили грузовые автомобили, чтобы здесь не мог проехать транспорт. Полицейские организовали три рубежа безопасности. На расстоянии 500 метров от места проведения акции ограничили движение. Дорогу до площади патрулировали специалисты с собаками. А войти на территорию можно было только после тщательного досмотра. Но люди отнеслись к этому спокойно. Все-таки акция антитеррористическая. Минута молчания и в этот момент мысли о хрупкости жизни. У многих, кто пришел на площадь, в Питере живут родственники и друзья. Участники акции говорят, они здесь не только, чтобы выразить свои соболезнования семьям погибших и пострадавших. Но и чтобы заявить терроризму, нет места в цивилизованном обществе. Питерцы сегодня ощутят поддержку всей страны. Это, безусловно, важно. Особенно важно для тех, кто реально потерял своих родных и близких. Для всех питерцев. Они вообще нам преподали урок определенный. Того, как надо себя вести в таких ситуациях. Я думаю, все-таки это еще те поколения, которые прошли, пережили блокаду. Но Питер особый город. Им есть чем гордиться. Ну а нам есть чем учиться и в чем помочь. Ну такой наш небольшой вклад. Некоторые приехали сюда из других городов. Деногорска, Зеленогорска, Лесосибирска и даже из другой страны. Житель Грузии Нодар-Беридзе едет через всю Россию на велосипеде, чтобы призвать людей к миру. Я еду с Владивостока и через год и два месяца буду в Тбилиси. Я буду всю Россию с языками до Лиссабона и обратно до Тбилиси. Основная миссия – пропаганда мира и толерантности. Ценнее мира нет ничего. То, что творится, то, что случилось, вот этот ряд террористических актов, это недопустимо. Среди пришедших много известных красноярцев губернатор Виктор Толоконский также пришел на площадь перед БКЗ. У всех порядочных, нормальных людей объединяет боль, объединяет скорбь погибших, пострадавших. И для меня очень важно, что вчера поздно вечером я был в Москве, позвонил внуку, что утром рано прилечу. А он мне говорит, мы пойдем вместе на митинг. И вот он вместе со мной, и то, что 20-летний парень считает, вот тоже совершенно естественным и необходимым быть плечом к плечу с другими людьми, это для меня очень важно. Акция длилась 45 минут, объединив самых разных жителей Красноярска и Края в общем стремлении. Поддержать жителей северной столицы еще раз заявить, мы вместе против террора. Ольга Тишинина, Алексей Гусев, новости. Первый творческий отчетный концерт сельского дома культуры микрорайона геофизиков прошел в минувшие выходные. Этот концерт стал своеобразным отчетом о проделанной работе клуба за год. Чем удивлялись зрители и творческие коллективы в этот день, расскажем в сюжете. Здравствуйте, друзья! Пусть мой дом будет вашим домом! Живи мечта! Дом окнами в творчество! Дом окнами в творчество. Именно так назывался отчетный концерт сельского дома культуры геофизик. И в этом названии отражается вся суть жизни дома культуры. Это и правда дом. Дом, в котором живут творческие люди. Дом, который наполнен детским смехом, песнями и танцами. Здесь учат любить искусство, театр и сцену. Руководит этим домом настоящая хозяйка, которая создает здесь не только уют, но и творческую атмосферу. Олеся Каверзина всей душой любит свой клуб и людей, с которыми вместе живет творчество. Мы этот концерт, отчетный концерт сельского дома культуры проводим впервые. Нам захотелось объединить все наши коллективы и показать, чем мы занимаемся. Нам бы хотелось, чтобы у нас больше было наполнено, например, декоративно-прикладное искусство. Но мы в поиске людей, которые, в общем-то, так или иначе притягиваются к нам. Это очень приятно. В Доме культуры есть четыре больших направления. Это хореография, вокал, декоративно-прикладное искусство и спорт. И каждый в этом доме находит себе занятия по душе. Я тут танцую, увлекаюсь танцами. Прихожу я сюда три раза в неделю. Когда я на них прихожу, после них я не чувствую никакой усталости. Я чувствую, что я занималась любимым занятием. Это очень приятно. Чувствовать, когда какие-то аплодисменты, крики. И все это приходит в твою честь за то, что ты старался, выступал, танцевал. В этом доме занимаются как дети, так и взрослые. Здесь для всех открыты двери. Различные тематические кружки, три хореографических коллектива, вокальная и театральная студия, творческие мастерские. Для каждого здесь есть что-то интересное. Дети в Доме культуры проводят по несколько часов ежедневно, занимаясь сначала в одном кружке, а затем в другом. Здесь они не устают. Наоборот, отдыхают и развиваются. Концерги гениальны. Просто красиво, ребята хорошо выступили. Мне нравится танцевать, двигаться. И я получаю удовольствие. Удовольствие. Так и живет сельский Дом культуры своей необычной, но очень яркой жизнью. И дарит свое творчество всем, кто в него приходит. Правильно сказали, замечательный концерт. Под большим впечатлением, на высочайшем уровне. Вот тут представлены все, кто выступал на этих снегах. Просто, но нет слов. Главное, что получили на этом отчетном концерте артисты, это благодарные аплодисменты зрителей. А это дорогого стоит. Людмила Кочнева, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Багучаны». И это были все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»